Умовы, наближенные до домашних, и макшимость больше часу проводить со своими детьми. Сегодня у Гомельской поправочной колонии номер 4 открыли интернат для осудженных женщин. Больше 20 из них имеют детей, и сейчас могут проживать с ними разом, а не по-особно, как было ранее. Дмитрий Котов, протягни. Створение больше цивилизованных и комфортных умов для осудженных потребует не часу, особенно когда разговор идет о женщинах, которые имеют маленьких детей. Открытие подобного объекта, протяг проводимое Министерством внутренних справ работы по гуманизации и утриманию осудженных у местных позбавления воли. Идет такая значительная, серьезная гуманизация, чтобы наши осужденные были как можно ближе к цивилизации, как можно ближе к какому-то более или менее относительному, возможному, но все-таки к комфорту, и то, что называется человеческими условиями. И сегодня, я думаю, что матери, попавшие в такое трудное положение, но вздох облегчение испытали. Коля 20 осудженных женщин мают детей во взросле до трех годов. До этого малые проживали в доме детяти. Мать имели мягчимость проводить с ними час только у вызначенные годины. Сейчас они будут проживать в интернате, который нагадывает обычные установки подобного типа. Умовы комфортные, есть все необходимое. Спальня, медицинский кабинет, мешкание для приема ежи, гульнявый покой. Это позволит матерям быть со своими детьми до трех лет. То, что рекомендовала нам Организация Объединенных Наций и Совет Европы. В общем, считаю, что сегодня не просто произошло такое серьезное, очень большое вложение денег Министерства внутренних дел в эти объекты. Мы инвестируем в будущее. В будущее наших граждан, наших молодых граждан в первую очередь. Это все делается с одной целью, на мой взгляд, очень благой. Ресоциализация их, возвращение на светлую сторону жизни. Для кожной Жаншины на роджении детяти – головная паде у жити. И безумовно самая каштолная махчимость быть побоч. Навод в таких складанных ситуациях. Для осудженных Жаншин дети перж за все шанс не полторыть свои помылки у будущени. Изменить лес у лепший бок. Это здорово, исходя из той ситуации, в которой мы находимся. Все-таки спасибо действительно администрации, что у нас есть такая возможность быть со своим ребенком вместе. Потому что хочется видеть, как она развивается, как она лажется спать, как ее умывается. То есть кормить все вот эти вот мелочи, на самом деле в них настолько большая сущность, что без этого никак. У реконструированном будинку, окроме интерната, разместились участок для отримания неполнолетних и филиал средней школы номер 34, где осудженные отримывают базовую и среднюю эдукацию. Министр внутренних справ Игорь Шуневич подчас наведывания одного из уроков выказал незвычайную пропонову. Осудженная, якая по выниках в учебе отримая золотую медаль, сможет различовать на умовно-дотерминовое взволение. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».